Андрей, проедем в нашу машину, посмотрим Алма-Ату. Вот такие автоцентры, как Jaguar Land Rover мы проезжаем, здесь было ветхое жилье, здесь мы построили тоже Hyundai и BMW автоцентры, я ими особо горжусь, они очень органично вошли в архитектуру нашего города. И снаружи мы строим и фонтаны везде, и детские площадки, озеленяем. Мы их делаем экофрендли. Для нас очень важно, чтобы мамочки с детьми, так же как в торговом центре, чувствовали себя комфортно рядом с автоцентром. В каждом человеке заложено много хорошего. Какой бы человек ни был, он вот в такой обстановке себя чувствует комфортно, он не причиняет уже вреда никому, никаким людям. Вот это приятно менять, 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 менять. У нас вот миссия нашей компании – это быть первопроходцами, придумывать идеи, брать их и внедрять все для лучшей жизни людей. Вот здесь мы будем строить музей современного искусства Алматы, Art Museum Алматы. Последний мы купили на Венецианском биеннале, вот буквально в апреле месяце на открытии работу Ансель Кифер, это живой классик. Купили его работу, которая сейчас демонстрируется в палаце Дукали, который там 500 лет назад был построен. Теперь это из Венеции переселяется в Алмату. Там многие до сих пор удивляются, что там за казахи. Вообще, то у нас здесь январь мятежный, то мы покупаем Ансель Кифер. Ну, такой у нас народ, такая мы страна. Ну, пошумели было. Сейчас у нас другой период, период созидания начинается. Для казахстанцев, а казахов в частности, автомобиль – это не просто средство передвижения. Это и роскошь, предмет такого восхищения тоже. Потому что мы же наследники намадов, кочевников, да, и для нас там все то, что может нас ускорить, лошадь, автомобиль, для нас имеет огромное-огромное значение. Автомобили – это мечта каждого. В нашей семье не было автомобиля. Во дворе у нас четыре дома, четырехэтажных было, три автомобиля. Мы знали про этих людей все. Помыть машину у них считалось у нас это прям честью, высшим пиком счастья. Чужую машину помыть. Я всегда хотел машину. Еще одна модель «Лады». Еще один шаг вперед. В 90-м году молодой предприниматель Нурлан Смогулов наладил поставки «Жигулей» из Самары в Алматы. Машины разлетались, как бурсаки. Бизнес был прибыльным, но нервным. Сбыт автомобиля на заводе контролировали криминальные группировки. Все изменилось, когда Смогулову позвонил представитель японской компании «Ниши Ивай». Он говорит, а вы не хотели купить бы «Тойота»? Меня так чуть-чуть качнуло. Потому что «Тойота» я видел в находке за два года. До этого в экспедиции я был в Приморье. Это были как марсианские какие-то машины. И тут он говорит, если вам хочется поехать, мы вам сделаем визу, приезжайте к нам в Японию. Я приезжаю в «Тойоту», меня везут на «Горю». Это город «Тойота», где завод. Меня привозят штаб-квартиру, со мной встречаются на каком-то очень высоком уровне. И когда мы покупали 20 машин, то спросили, откуда деньги. Я, честно сказал, в банки взял. И они спросили, под сколько годовых я взял. И тут я вот эта честность моя, да, я сказал, по 400% и все. И это такой был столбняк. Три дня я им рисовал диаграмму, что у нас инфляция 1000%. Что 400 годовых, это значит, 600 все равно, как бы, вот просто останется. Я говорю, мне так по блату дали. Я там еще там людям «Рахмет» все сделал. Ну вот три дня они сидели, менялись команды за командой, приходили стратегии финансисты, трейдеры. Они продали эти мне машины. Но вслед мне смотрели, как это, уплывающему айсбергу в океане. То есть больше мы тебя не увидим. И когда я приехал через два месяца во второй раз покупать 40 машин, они на меня смотрели, пришельцы с другого мира. Благодаря успешной сделке с японцами появилась компания «Астана Моторс». А в Казахстане возник настоящий культ марки «Тойота». «Лэнд Крузер». На всемирном токийском мотор-шоу в прошлом году этот автомобиль окрестили королем внедорожников. Максимальная скорость – 145 км в час. Впечатляюще, не правда ли? Конечно, был тогда «Лэнд Крузер» 80, был самый любимый автомобиль. И вся братва, уважающая себя, конечно, ездила только на этом автомобиле. Важно, что это просто цель любого настоящего мужчины. Купить «Лэнд Крузер» в Катринбуре. Да, купить «Лэнд Крузер». Вырастить сына, посадить дерево. Посадить дерево, да, и купить «Лэнд Крузер». Все достойные мужи Казахстана должны ездить на «Лэнд Крузерах». На белых или на черных? Обычно на черных. И затемненные окна, все как обычно. Все должно быть затонировано, темное, все вообще. Даже я видел машину, лобовые были закрыты. Я один расслабился в эту машину, я говорю, а как вы ездите? Лобовое, затонированное, знаете, там 4 категории, там чуть ли не предпоследнее. И вот этот водитель бедный говорит, вот так ездим, а потом шеф требует. После развала СССР автомобильный рынок представлял из себя базар под открытым небом. Где машины продавались как помидоры и арбузы. Без каких бы то ни было гарантий качества. «Астана Моторс» построила первый в Казахстане официальный дилерский центр. Девиз компании в 90-х – строим цивилизованный бизнес в Казахстане. Я не знаю, сколько мы заработали, заработали очень много денег. Но в отличие от многих предпринимателей того времени, я не стал покупать там дом трехэтажный, пускаться во все тяжкие казино. Я все начал вкладывать в автоцентры, покупать заводики, которые распадались, из них делать автоцентры, нанимать механиков. Таким образом, в 1994 году мы открыли первый дилерский центр в Казахстане. Это была как раз компания, которая официально предлагала автомобили, новые «Тойота» для клиентов с гарантией, с послепродажным обслуживанием. Это было новое предложение абсолютно на рынке. Тогда ничего подобного не было. Первый столовый у нас на Моторс, если не ошибаюсь, был у нас Отпаева. Я приходил туда и видел «Тойоты», какой-то шоу-рум. Там какие-то выходили продавцы, менеджеры. Понятно, может, студенты голодные, прибегали просто посмотреть, потыкать на машину. Но для меня это показалось фантастикой. И что, настоящие машины из Японии привозят сюда в Алма-Ату. И что так, не на бархолке, еще что-то там, что там какой-то есть, существует сервис. То есть для меня это было что-то за грани фантастики. В 97-м году «Астана Моторс» открыла свой первый автоцентр в столице. Вскоре компания выстроит дилерскую сеть от Шимкента до Ак-Тубе. Следующее поистине историческое событие произошло 11 марта в городе Акмале. Японская компания Нишо Ивай Корпорейшн и казахстанская «Астана Моторс» открыли в новой столице первый автосалон по обслуживанию автомобилей марки «Тойота». И новый автосалон, надеемся, начал свою долгую жизнь. Погода помогает нас открыть новый бизнес в Акмале. Ну, и все. Спасибо за поминание. Всенародную известность бренд получил после выхода рекламного ролика, мгновенно ставшего культовым для поколения 90-х. Мы тогда хотели как-то о себе заявить. И тогда были казахские режиссеры, какие-то очень знаменитые. Это Бахат Килибаев, Тимур Бекмамбетов. Они снимали еще для компании «Бути» и «Каскомерсбанки». Вот мы три компании «Астана Моторс» конкурировали, у кого ролик будет круче. У нас была «Лавстори». Вот этот парень, девушка, они в жизни брат, сестра. И она улетает, и он там романтик, садится на «Тойоту» Карину, догоняет ее в другом городе. Она с трапа выходит, ему на руки падает. И там было такое «У любви нет преград». Красивые актеры, музыка. И вот для моего поколения это какой-то гимн, какой-то у людей сразу воспоминание молодости, тех лет. Наши первые ролики, они о любви. Это такое было казахстанское на тот момент. Есть у нас такое, мы любим свою нацию, вот мы патриоты. И когда реклама создавалась наша, не та вот, которая с Японии придет, с Европы, с европейскими лицами. Это наши казахи, вот она любовь, вот наши самолеты, вот наш аэропорт, вот наш город. Шеф очень много души, мало того, что денег вложил в маркетинг «Тойоты». «У любви нет преград». «Тойоты». «Астана. Моторс». Вместе с машинами Смогулов привез из Японии «Кайдзен» – философию непрерывного улучшения производства, которую впервые применили на заводе «Тойота». После «Тойоты» у меня весь мир поменялся, я пришел в свой офис, мы сломали все стены, мы сделали вот open office, мы стали внедрять «Кайдзен», мы стали оповещать друг другу отчеты. Они структурировали меня после Самары, я не остался на том уровне, я так революционно, меня, знаете, как подкинули, как будто я там Гарвард закончил какой-то. После этого я уже не мог строить плохо, у нас был дух перфекционизма, мы строить начали при лечении лучших архитекторов, лучших инженеров, и мы стали выстраивать большую компанию. «Тойоты» – это альмаматор нашей компании, я очень благодарен. Автоцентр «Астана. Моторс» перевернули представления казахстанцев об авторитейле. Появились зоны ожидания с кафе и мягкой музыкой, магазины аксессуаров и даже предметы искусства. Строить цивилизованный бизнес поначалу приходилось в обществе, жившем по закону джунглей. 90-е годы – это годы рассвета криминалитета, было очень много групп, я всех знал, со всеми общался, и как-то мы были больше водопоем, вот как Маугли, водопой. Там, знаете, все антилопы, болевые, крокодилы, и как бы никто никого не трогает. То есть все вокруг друг друга жрут, но у вас они как-то… Потому что это водопой, да. И вот на наших территориях это водопой, они там не устраивали ничего такого. Если вы посмотрите на тех бизнесменов, которые удались, на удачных бизнесменов, ну там в свое время их называли еще «младотерки», вот, это люди все, в принципе, с хорошим образованием. Они никогда ни да не платили никому, ни перед кем не отчитывались, понимаете? У нас здесь, понятно, тоже был рэйкет, там были бандиты и так далее, но это не приобрело вот того пугающего размаха, который был в России. И, наверное, поэтому выжили в результате этой эволюционной борьбы не самые жесткие, нахальные и агрессивные, а самые умные просто. В 1996 году президент Назарбаев призвал в правительство молодых казахстанских бизнесменов. В прессе их окрестили «младотюрками». Нужно было поднимать рыночную экономику. Смогулову неожиданно для него предложили заняться сельским хозяйством и возглавить национальную компанию «Продкорпорация». Меня снимали передачи, я проводил «Азия Долсы», и дети меня называли «След дядя Астана Моторс». Шикарные автоцентры, красивые девушки. И тут бац, сельское хозяйство. Я выхожу, и мои партнеры по бизнесу говорят, а ты не переживай, ты там, ну зайдешь там, ну 3-4 месяца, ну 6 месяцев. Я говорю, вы обещаете, 6 месяцев железобетонное, и все, на этом мы тебя вытащим обратно в бизнесе. Я на ходу начал понимать, какой ужас меня окружает. От запаха из туалета мужского до оборудования самих советских кабинетов. Ну и самое главное, я узнал, что у нас 200 миллионов долларов долгов, и что все элеваторы проданы, все до одного. В свое время, когда я с президентом говорил, он говорит, вот там высшее, старшее поколение, оно ушло. И сейчас не у дел, не управляет страной. Они вот опытные партийно-хозяйственные руководители, оказались не у дел. Я говорю, ну, Станович, а в чем вы понимаете опыт? Опыт в построении социализма? Ну мы же не социализм строим, мы рыночную экономику строим. А в этом есть у них опыт? Я говорю, абсолютно никакого. То есть самые, скажем так, умудренные, опытные ветераны сидят перед вами. Вот всем нам 30 лет. И мы те, кто прошли на самом деле азы вот этой рыночной экономики. И других кадров у вас нету. Чтобы отдать долг стране, молодотюркам пришлось уехать из родной Алматы в новую столицу – Астану. Я помню этот переезд. Это был январь месяц. Были страшные морозы. Температура упала до минус 45. Был буран. Там была одна гостиница. В ней было очень холодно. Чтобы как-то в ней спать, нужно было на ночь выпить 50, а может быть даже 100 грамм водки. Негде было помыться. Было одно кафе с красивым названием «Эдем». И там кушали все. От водителей до вице-премьера. И когда я один раз попросил воду без газа, официантка наливает воду с газом. Потом берет салфетку и начинает бурно там какие-то операции делать. Я говорю, а что вы делаете, девушка? Она говорит, вы сами сказали без газа. Вот такой город мы переезжали, там не было ничего. Мы имели ту степень свободы, которую не имеет сегодняшний чиновник. Мы не боялись увольнения. Мы, наоборот, хотели, чтобы нас убрали. То есть мы писали заявление, прошу отпустить, поскольку там все сделал и так далее. И тебе говорили, нет, иди дальше, работай и так далее. Потому что реально боялись, да, что с твоим уходом опять все начнет валиться. Я проработал в итоге не шесть месяцев, а шесть лет. Шесть лет обманули меня все мои товарищи. Я каждый день думал, как мне вернуться. Но за шесть лет мы проткорпорацию всю вычистили. Мы создали шесть хлебных баз, большие элеваторы. За долги выкупали и так далее. Мы уходили из спорткорпорации, и на счету было не одного доллара за должности, а двадцать миллионов долларов чистой прибыли. Когда меня отпустили, я прям как дельфин, вывавшийся на волю. Не знаю, за такие сравнения. Почему дельфин? Наверное, потому что так радовался ему. Я окунулся в бизнес и сразу начал новые компании основывать и прям наслаждаться им. Мне было так кайфово, мне было так тепло, мне было так радостно. Вернувшись в бизнес, основатель приступил к давно задуманному делу. Если можно построить цивилизованный авторитейл, то почему так же нельзя продавать и все остальное? Так возникла Мега. В первой стране торговый центр мирового уровня. Казахстанцы любят ездить в Турцию, Дубай. Я прямо увидел вот эти все центры. Я думаю, почему? Вот мы все восхищаемся и сами ничего не можем сделать. И вот здесь подвернулся участок земли, мои друзья предложили. Здесь один завод, второй завод, третий завод. Кто-то там в центре купил, а кто-то не продал. В общем, мы собирали эту долгую землю. Я начал по аналогии с Тойотой работать по учебникам. Я поехал в Москву, встретился с Колли Расс Интернешнл. Это консалтинговая компания американская, которая учит людей строить торговые центры и заселять. Вот мы любили всегда так. Самую лучшую команду, самые лучшие консалтеры. И начали строить торговый центр. Сначала он был 40 тысяч квадратных метров, а построили мы 80 тысяч. Потом мы пристраивали, пристраивали. Мега – это как это, настоящий Леголэнд. До появления Меги алматинцы и гости города покупали вещи в основном на барахолках, которые бесконечной вереницей тянулись к северо-западу от столицы. Когда мы открывали Мегу, самый главный конкурент у нас был не другой торговый центр. Самый главный конкурент у нас была барахолка. Потому что переманить отсюда людей, я же говорю, в независимом состоянии все ездили на барахолку. Что есть из современного? Есть крыша. Это уже хорошо, потому что мы ходили здесь и в дождь, и в снег. Здесь продавали посуду, здесь продавали самцу. Дальше продавали золотые украшения. И все это было на небольшом таком расстоянии. Каждый раз, возвращаясь с барахолки, меня выташнивало. И это прям была такая традиция, поэтому я знал. Мне, может быть, поэтому я вес не набирал тогда. Ты приходишь на эту барахолку, ищешь себе джинсы, и заходишь в какой-то контейнер. Там в углу картонная коробка, продавщица вот так подходит к тебе, простынёй прикрывает. Доехать до барахолки, уехать с барахолки – это три часа туда, три часа назад. Автобусы, пробки, то есть это был ужас полный. Построить Мегу оказалось полдела. Дальше возникла проблема с арендаторами. Местные компании не верили в успех предприятия. Крупные западные бренды – тоже. Смогулову посоветовали обратиться к известному в узких кругах промоутеру из России. Вот он, Олег Пронин. Вот такой парень, да? Ну, он какой-то, ребят, посмотрите, собирательный область. Олег мне говорит, давай сделаем широко, по-богатому, красиво. Говорит, давай самолёт большой. Я говорю, ну, начинается. Говорит, давай, ладно, самолёт. Я соберу всю тусовку. Он всех знал. Он реально собирает. Стариха Табли, Снежная Королева. М-Видео, Спортмастер, Сэлла. В общем, собирает всех. Я не знаю, там целый самолёт. Российских? Российских ритейлеров. Мы их везём в самую лучшую гостиницу. Селяем, гуляем так хорошо. Там концерты, икра. Всё течёт в рекой. Всё хорошо. Гуляем день, второй. Я начинаю говорить, Олег, Олег, когда бизнес будем делать, надо же котель. Он говорит, всё, ты дай им отдохнуть. Они же приехали передохнуть. Я их иначе не привёз. И потом мы делаем вечер. Красивый вечер такой, заключительный. И делаем презентацию. И на эту презентацию я пригласил там по Алматы торговой. И эти москвичи как звёзды. Все на них смотрят. Каждый из москвичей что-то сказал тостом. Сказал, что проект хороший. То всё. Всё. Я прям в таком восторге. Всё, Олег, всё круто, всё. И они улетели. На следующий день и тишина. И всё, и тишина. Я думаю, нормально погуляли. Ну, в общем, с Олегом как-то не получилось. Но то, что он сделал, потом забило как гейзер. Потому что люди, которые пришли, алматинцы, они увидели, что эти москвичи приехали, наконец посмотрели на торговый центр с другими глазами. И они как повалили, и начались заявки. И наши торговые люди поверили. Мега быстро превратилась в центр притяжения для всего города. Сюда ездили как за покупками, так и за развлечениями. В каждом углу Меги что-то происходило. И если ты один день в Мегу не пришёл, казалось, что ты пропустил что-то очень важное. То есть там в углу проходил концерт группы B2. Там проходили какие-то мастер-классы. Здесь красили детей. И очень часто это было бесплатно. Ну, то есть и люди не привыкли получать столько всего бесплатно. И поэтому они устремились все сюда. Чтобы стать торговым центром мирового уровня, не хватало последнего необходимого штриха. Нужны были звёзды международного ритейла. И прежде всего – Zara. Когда Zara заходит на рынок, то уже остальные бренды, они закрытыми глазами идут в торговые центры. Потому что Zara делает очень серьёзные маркетинговые исследования. То есть после них уже смысла, в принципе, у многих брендов нет тратить такие средства на исследования рынка. Потому что там уже всё просчитано, всё рассчитано. И они с закрытыми глазами идут уже за локомотивом Zara. Правами на открытие и дистрибьюцию Zara в Азии владели предприниматели Саудовской Аравии – братья Аль-Хакайр. Мы прилетели в Саудовскую Аравию. Мы ходили в этих хиджабах и абаях на переговоры. Доктор Аль-Хакайр с братом нас пригласили к себе в дом. У них там много, несколько разных домов. Там мама живёт, брат живёт. Там ров большой, там с тиграми, с павлинами. И прошли в зал, нас посадили в зале. И шеф загрустел. Он говорит, да, я в следующий раз хотел пригласить доктора Аль-Хакайра к себе в дом. Но у него один зал, как весь мой дом. Открытие Zara в Меге Алматы побило все рекорды посещаемости в истории бренда. Вслед за Zara в Казахстан потянулись и остальные международные ритейлеры. Любое открытие было сенсацией. Допустим, тот же H&M когда открывался, Starbucks когда открывался. То есть люди занимали очередь с ночи. Я помню H&M, они постелили красную дорожку, и люди спали на этой дорожке ночью. У нас же есть камеры в торговых центрах, то есть мы это всё видим. У меня фотографии сохранились, где народ ночью стоит в очереди, чтобы попасть в 9-10 утра, когда откроется этот магазин, попасть первыми сюда отметиться. Это вот старая часть Меги, откуда всё начиналось. Здесь была маленькая часть фудкорта. И каждое утро я приходил в Мегу. Вот здесь сейчас находится Коста, международный игрок. А тогда их не было никого. И здесь была местная кофейня, она называлась Black & Brown. И здесь были массивные коричневые кресла. И я садился перед ними, открывал ноутбук, начинал работать. И каждые полчаса удивлялся от того, что неужели за это мне ещё и зарплату будут платить? За то, что я работаю в таком красивом месте? Алишеру Ильикбаеву было 24, когда он устроился на работу в отдел пиара. В то время соцсети только зарождались. Ильикбаев начал рассказывать в Твиттере, Фейсбуке и Инстаграме о том, что происходит в Меге. Никто из конкурентов ничего подобного не делал. Неожиданно Ильикбаев превратился в одного из самых популярных блогеров в стране. У меня просто начала нарастать аудитория, она стала расти, она стала самой большой в Казахстане на тот момент. Мы использовали это ещё как один рекламный инструмент для того, чтобы рассказывать, что у нас в Мегах происходит. Этот канал очень хорошо работал. То есть мы устраивали пижамные вечеринки, куда приходили только мои подписчики. То есть мы устраивали какие-то конкретные закрытые концерты только для них. И это была очень активная молодёжь. Я не знал этих ребят, кто меня читал. Но они воспринимали меня как друга, и они возвращались с постоянной обратной связью. Мы ловили карманников в Меге благодаря моим социальным сетям. Мы недобросовестных продавцов увольняли, когда они делали что-то не то. Мы разбирались с охраной, с паркингом, со всеми делами. То есть вот эти вот там сначала две тысячи, потом десять тысяч, потом сто тысяч людей, они воспринимали меня как своего человека в Меге, которому они в любой момент могут пожаловаться, если какая-то несправедливость случилась. У меня был один кейс такой интересный. Я поставил в два раза больше скамеек, чем было. Директор торгового центра говорит, вы не правы. Люди не должны сидеть отдыхать в торговом центре, они должны делать покупки. Я говорю, хорошо, давай поверь мне, Насова поставили скамейки, что мы начали наблюдать. Увеличилось число покупок и число времяпровождения семьи в торговом центре. То есть женщины спокойно своих мужей оставляли с этими пакетами и, будем говорить, просто зачесывали наш торговый центр. То есть везде есть и коммерческий смысл, ну и, конечно, это уважение к нашим любимым покупателям, потому что наш весь бизнес держится не на трубах, частотах, там еще каких-то монопольных вещах, а люди голосуют кошельками и своими ногами. Я жил в поселке, где били за яркие шорты, за слишком короткие шорты пацанов били, а били за розовые рубашки. А в Меге уже тогда появлялись бренды, которые называются масс-маркет, да, то есть и там были, в принципе, последние тенденции, которые есть, и они очень живо реагировали на моду и все остальное. И постепенно-постепенно это перестало быть проблемой. То есть люди стали ярче одеваться. Город стал красивее. Вот, в принципе, и все. Люди стали красивее, девушки стали красивее. Люди стали понимать, что такое международный фастфуд, потому что местный фастфуд тоже начал подтягиваться под них. Это бы не произошло, если бы мировые бренды не задавали бы планку. Дети, когда рождаются, они первым словом говорят «мама», потом говорят «мега», а потом «папа». Почему? Потому что это территория счастья. Ты приходишь в красивый торговый центр, где хорошая атмосфера, где приятные запахи, где приятная музыка. Ты чувствуешь себя в безопасности. Есть фудкорн, есть кинотеатр, есть там куда на свидание с девушкой ходить. Соответственно, это вот была культурная революция потребления. «Мега» открылась в 2006-м, а уже через год мир потряс глобальный финансовый кризис. Компания «Астана Групп», основу бизнеса которой составлял ритейл, очень быстро почувствовала это на себе. Люди просто перестали делать покупки. У нас не было ни одного кризиса, и у нас ни страха, ни всяких вот этих фобий, ничего нету, не было. Мы взяли кредиты в валюте, в US dollar, потому что мы умные, потому что ставка на 2% дешевле, чем в тенге. Построили торговый центр, а договора мы все заключили в тенге с арендаторами. Ну и когда шандарахнуло, то наша тенге начала стремительно падать. И в итоге в 2007-2008-2009 годах мы работали в минус. Мы накапалили долги и даже не могли заплатить проценты банку. Это вот как бежать назад. Еще ты все время чувствуешь течение, вот это, приходящие проценты с банкой. Все время тебя откидывает еще дальше, дальше. Где-то было отчаяние какое-то. Нурлан приходил и говорил, Умут, вот я вижу это вот так, вот так. Да, нам необходимо немножко увеличить сумму финансирования, потому что происходит удорожание. Да, падает платежеспособность наших покупателей, потому что кризис, но вместо 7 лет мы вам закроем кредит через 10 лет, например. Ну, по крайней мере, мы закроем. Более того, смотри, я не летаю на частном самолете, я не трачу деньги куда-то за рубеж. Я вот здесь сейчас, я сам. И вот это тоже очень важно, когда руководитель, владелец, он сам находится, сам в стране, сам занимается этим бизнесом. Мне приходилось давать персональную гарантию, что я такой, такой, то есть если со мной что-то случится, то мои дети будут отвечать за это. Я закладывал собственную квартиру, хотя у меня там столько активов, но уже закладывать нечего было. Даже до такого доходил? Да, доходит там, margin call называется, когда твои активы снижаются по рыночной цене до такой степени, что уже рисковая зона начинается, и тогда margin call, ты должен еще дополнительные активы либо заполнить деньгами. Денег нету, все на разрыве, вся экономика стоит, приходится мне закладывать квартиру. Квартира стоит 2 копейки по сравнению с тем, что я должен. Но для них это вот так как-то важно. Почему вы все-таки ему поверили и не жалели об этом потом? Ну, поверила, потому что, еще раз хочу сказать, что это клиент и в тот момент человек, который имел, во-первых, видение, дух, характер, небоязнь вот этого кризисного момента, смелость, честность, очень важна, очень важна, профессионализм и человек, который пахал. И он, ну, надо дать должное, отпахал свой бизнес, построил его. Это очень хороший вопрос, почему они нам доверяют. Вот та же Умыт Буатхановна, да? У нас ночь скидок. К ней приезжает какая-то родственница, не алматинка. Она, родственница, хочет чего-то купить. Она приходит в наш торговый центр, и в эту ночь приходит еще 80 тысяч человек. В какой-то момент в торговом центре все перестали двигаться. Все встало. Она достает сотовый телефон, звонит мне и говорит, ну, Иван, я нахожусь в таком-то магазине, можно меня просто эвакуировать? Я не могу выйти из него, у меня паника. Ну, и сама я увидела, что такое Black Friday, что народ просто вот не протолкнуться вот так вот, как в московском метро, когда в час пик идешь, то есть вот такое движение. И распродается, я так понимаю, все. На следующий день я прихожу просить, чтобы там продлили кредит. Она видела, она была там. Она видит, что там не просто там успех, она не могла выйти из этого магазина. Это такой кейс, после этого мне не надо никаких графиков, диаграмм, не надо там скакать на одной ноге. Мы ее просто оттуда эвакуировали. В конце концов, мы ее спасли. Сильнее всего Крис с 2007 года ударил по автомобильному ритейлу. Последнее, что покупают люди в такой ситуации, это новую машину. Когда вот так вот ты агрессивно растешь, понятно, что ты и заказы делаешь, все в бешеном темпе, все в большом количестве, надо все больше, больше продавать. Мы там, помню, стоят из центра Алматы, продавали по 400 машин в месяц. Все на Урале тело. Тут все так быстро произошло, буквально так щелчком в 1-2 месяца. А вот уже типа лопнуло все, никому ничего не нужно. А у тебя с большей бешеной стойки. И на какой-то момент, в начале 2008 года, я понимаю, что у нас пятилетний запас машин. Пятилетний. И дошло дело до того, что физически мы продавали каждую машину минус 10-15 тысяч долларов от инвойса, то есть от его себестоимости. Это вот как бы в салоне вы покупаете машину, но вам багажник открывают, туда кладут 15 тысяч долларов, закрывают, и вы уезжаете. И эти 15 тысяч долларов, это мы компенсировали. У меня, к счастью, была такая подушка, и эту подушку мы просадили буквально за один год. Пришлось еще кое-что продать быстро из недвижимости за 10 или 20 процентов реальной стоимости. И вот так мы выходили из ситуации. Шеф тоже всегда учит. Сразу принимать адекватные решения, просто сразу принимать параллельно. То есть ты видишь, что у тебя, ну, грубо говоря, как он говорит, там, гангрена. Ты понимаешь, что нужно отрезать. Не ждать там, что-то должно произойти, что-то там должно улучшиться, вот там с надеждой. Просто принял, вовремя среагировал, просто отрезал это, просто распродался. Вот минус, с минусом, не знаю, 20 миллионов, продаем с минусом 20 миллионов. Не ждем, когда вернется рынок. У него хорошо работает правило, там, трейдеров Wall Street. Fix your losses early. Фиксируй свои убытки быстро. И вот когда такая ситуация была, он очень быстро начал фиксировать убытки. Это казалось мне странным. Я думала, нет, чувак, надо подождать, сейчас все стабилизируется. Нет, надо быстро сократиться, пройти и потом заново расширяться. В какой-то момент все наши активы стоили меньше, чем вся наша задолженность. Меня так накрывало, мне не давали все спокойно жить. Мне все время звонили там с разных стран, спрашивали, как я чувствую себя. Банкиры меня вызывали на ковер и говорили, ну, Лан, мы надеемся на тебя, ты нас не должен подвезти. Сотрудники просили зарплату вовремя выплачивать. И тут Федерация Альпинизма Республики Азербайджан ко мне обратилась за спонсорской помощью. Я говорю, и так уже все плохо. Да, он денег и вместе с ними, вот одно условие, что я с ними поеду. И мы поехали в Гимаваи. И мы с удовольствием его отправили в Непал. То есть он уехал, мы таким. Кайф, пусть отдохнет, пусть зарядится. Не будет искрения в воздухе. И мы тут вздохнем. Потому что у нас еще офис такой был, там было много стекла, металла, и все было слышно. И мы даже шепотом разговаривали на звонках. И если начинали хохотать, то старались сдержать этот хохот. Это его бесило? Да. Мы вылетаем, наконец-то, в сами Гимаваи, под Эверест, в город Луква. Самолет какой-то очень древний. Сквозь него я видел землю. Потом я увидел этих людей, шерпыш. И шерпы, они живут как бы не очень богатые. Заходишь в хижину, глиняный пол, табуретка, стол, ну там какой-то тюфяк из сена. Но при этом они прям какие-то просветленные. Они ничего не пропоршайничают. Они приглашают и там последнюю лепешку тебе дают. И мой рюкзак несла женщина. Он килограмм, наверное, 40-50 весит. Сверху у нее еще свой рюкзак. Там еще корзина. А в корзине ее трехлетняя дочка, которую она не с кем оставит. Ну я как настоящий рыцарь говорю, нет, я сам понесу этот рюкзак. Я этот рюкзак нес где-то минут 40, потом просто упал. И чуть вообще с пропасть не сорвался. Но я больше попыток не делал. Для меня это образ мужества. Эта женщина. Вот она оказалась без мужа. Муж у нее в лавину погиб. И она должна была кормить свою семью. И она стала насыщиком. Вот наш шерпанаван. А вот он я. И когда я все это увидел, как люди вообще борются, и как они выживают, и при этом не теряют присутствие духа, и как они вечером смеются у костров, и как они вообще любят эту жизнь и друг друга. Я вернулся в Алмату, и мне показались мои проблемы какие-то маленькими, никчемными. За два месяца мы все раскидали. Мы потеряли много активов. Я продавал все, что у меня есть, лишь бы закрыть самые такие высокорисковые обязательства. То есть закрыть дорогие кредиты и так далее. И вот так мы победили тот кризис. В 2016-м Смогулова вызвали к президенту Назарбаеву и сделали предложение, от которого нельзя было отказаться. Построить к открытию Экспо-2017 в Астане современный торговый центр. Времени на стройку критически мало – полтора года. Я позвонил своим партнерам давним компании Chapman Taylor в Лондон, Крис Лансбергский, и старший партнер компании, и сказал, у меня такая ситуация, я знаю, что вы работаете в 100 странах мира, у вас там Китай, там Персидский залив, то-се, но вот здесь поручение, здесь это вопрос там уже репутации. На что он вздохнул, потому что он, зная нас и работая с нами на вопрос, когда, мы всегда говорим вчера, и поэтому приехала первая передовая группа, и мы с ними прямо на месте, на кальке, начали накидывать торговый центр. Через 45 дней я пошел, презентовал главе государства этот проект. Когда вот приезжали, этот мега-силквей, так холодно, степь на окраине, люди чуть ли не в ватниках мерзнут, и абсолютно не верится, что здесь вырастет и будет такой торговый центр. Первое время мне казалось, что он вообще безумец. Ну что он делает? Зачем он это делает? Он сейчас подведет и нас, и себя. Он говорит, давайте, давайте, вперед пошли. И получается. А после того, как получилось, и ты уже оглянулся и посмотрел, какую вершину ты взял, и то, что ты сделал, ты думаешь, хо-хо, а я-то могу. Это уже была осень 16-го года. Мы подняли уже коробку, то есть там практически здание уже все было готово, инженерия была, но нас еще не подключили к сетям городским. И вот в тот год, удивительно, в октябре месяце минус 25 в Астане, а мы сидели в этом здании, не отапливаемый, у каждого из нас там под столом стоял обогреватель. На стройке, ну понятно, от нас шли эти провода, такая, времянка. Ну бывает, проезжает КамАЗ и срывает. И мы там, когда начинаем мерзнуть, мы понимаем, что нас времянку порвали. В декабре 16-го года нужно было сдать здание, уже ввести его в эксплуатацию. Представляете, открывается экспо, все объекты, а мы закрыты. Ну это же недопустимо, потому что стресс был такой хорош, сильный, мы все там стрессовали, и Нерлан тоже. Мы начали строить, и случилась опять девальвация валюты. А мне дали кредиты в тенге. И эта тенговая масса резко уменьшилась, и у меня получился кассовый разрыв. То есть я просил эти тенге в тенге сконвертировать, никто мне не хотел в доллары давать, и конвертации все отказали. Девальвация. А два валюты? Да. Во сколько раз? Он прям в два раза случился на тот момент. В два раза? Да, и у меня из вот моих денег, я же в валюте плачу, половина суммы исчезла. Прямо исчезла. Причем исчезла в начале стройки. И мы начали продавать свои торговые центры, чтобы заполнить этот кассовый разрыв. И это хватило так где-то на процентов 20-30 этого торгового центра. Это удручало меня. Я пошел, попросил денег у правительства. Мне дали деньги с пенсионного фонда под 18 годовых. Это очень дорого. И тем не менее, взяли, достроили, открыли. Все успешно. Посещение полтора миллиона человек в месяц. Я очень горжусь этим проектом. Я думаю, что это в моей жизни один из самых успешных проектов. Мега-силквей. Есть много разных историй, как мы его называли. Это все в YouTube есть. Мы хотим назвать это Нурплаза, потому что напротив будет... Да не поэтому. Где ты научился вот так вот подмазывать? Жизнь научил. После 15 лет плодотворного сотрудничества Toyota отказалась предоставить Astana Motors эксклюзивные права на дистрибуцию. Пришлось искать нового стратегического партнера. Им стала корейская компания Hyundai. Считалось, нет ничего круче, чем Toyota. Наша задача была раскачать бренд, сделать так, чтобы он был узнаваемый. У Hyundai была классная машинка Hyundai Getz. Очень интересная модель. И вот она стала бестселлером. Мне очень запомнилась акция «Ты мне нравишься». Это была такая семейная маркетинговая акция, где было очень много эмоций. Вижуалы были абсолютно простые. Машинка и какая-нибудь эмоция. Например, семья. Папа, мама, ребенок. И они радуются. Вот эта акция, она была очень теплая по эмоциям. И так вот потихонечку-потихонечку люди влюблялись в Hyundai. Продажи Hyundai за последние пять лет выросли в семь раз. С пяти тысяч до тридцати пяти. В 2018 году «Астана Моторс» впервые начала международную экспансию, построив дилерскую сеть Hyundai в Узбекистане. Рынок Узбекистана, он такой однообразный, скажем, да. Он представлен там 97-98%. Это General Motors GM с брендом Chevrolet. И все они только Chevrolet продают. И там особенности, что Chevrolet, они все в основном представлены в белом цвете. То есть однообразная цветовая гамма. Белый Chevrolet и больше ничего. Я первым делом, что сделал, это поставил самые яркие цвета на тест-драйве. Это поставил красную, синюю, золотистую. Все самые яркие цвета, которые были в линейке, они были у нас на тест-драйвах. Яркие машины, тест-драйвы и комфортные автосалоны, в которых можно расслабиться и выпить чаю. Все это было в новинку для Узбекистана. Сегодня в стране 12 салонов Hyundai. Доля машин на рынке уверенно растет. В 2020 году сотрудничество Стана Моторс и Хёнде вышло на новый уровень. В Алматы открылся завод по производству автомобилей. В стране появилась новая отрасль – автопром. Мы построили завод. Построили завод за полтора года во время ковида, когда вообще, в принципе, запрещено было двигаться. У нас шла стройка. Мы перевозили 120 корейских инженеров с Южной Кореи сюда. Получали спецразрешение у премьер-министра на то, чтобы они сюда могли прилететь. Три, два, один, сал! И мы хотим повторить Хёнде, потому что Хёнде – это уникальный продукт. В 60-х годах Корея не имела собственного автопрома, и они начали работать с Фордом, с Митсубишей, собирали эти модели и постепенно-постепенно научились производить автомобили. Сейчас Хёнде в топ-5 брендов входит во всем мире. Они реально очень крутые и инновационные. Мистер Мун – бывший вице-президент Хёнде и член Совета директоров «Астана Моторс». Смогулов пригласил его на завод, чтобы повысить эффективность труда до корпоративных стандартов. Кайдзен по-корейски. Линия сборки, ну, смену могла собирать, ну, например, там, 60 автомобилей. Мы спросили своих инженеров, мы хотим еще 60. И они говорят, ну, нужно строить новый цех, и это еще 10 миллионов долларов. И в этот момент приходит мистер Мун и говорит, давайте мне дайте три недели, ничего не строите. Потом он через три недели принес такой репорт и начал нам долго рассказывать. Это тайминг. Ваши механики работают без тайминга. То есть все должно быть оцифровано. Сколько он секунд, минут должен заворачивать тот или иной болт и так далее, и так далее. И начал делать нам сокращать весь этот процесс. И сегодня там, где мы могли 60 машин собирать, мы можем сейчас собирать 150 машин, у нас еще и образовался профицит. То есть был дефицит, стал профицит. То есть это кайдзен. Мы за два месяца в два раза увеличили производство. Скажу честно, задача была очень сложной. Но так как все руководители и сотрудники с готовностью воспринимали все изменения и преодолевали все возникающие сложности, я начал думать, что между людьми в Казахстане и в Корее есть много общего. Неделю назад я был на заводе, и мистер Мун говорит, вот у нас церемония, пожалуйста, вы должны как основатель компании, здесь акционер, сами наградить этих рабочих. Ну я такой бодрый, говорю, ладно, награжу. Ну думаю, там 5-6 каких-то отличных рабочих. Расслабленно приехал, встал, и тут мне список дают, и там 200 рабочих. 200 рабочих. Я говорю, что мы все 200 рабочих? Да, говорит, вы должны им вручить грамоты, премии. Это целая работа была. Каждого надо вызывать, каждому надо хлопать. Я все это сделал. И потом мне мистер Мун благодарил, говорит, вот ваш приезд сюда, ваши три часа, они обернутся вам миллионами долларов, с экономными часами и очень лояльным коллективом. Потому что каждый из этих 200 рабочих что-то внес. Мы сейчас мечтаем о том, чтобы стать производственной компанией, чтобы мы занимались не просто сборкой автомобилей, нам надо компоненты производить. К сожалению, за 30 лет сказать, что Казахстан сильно развился именно в переработке, нет, так не произошло. Наличие нефти, наличие сырья и так далее дало возможность нам расслабиться, к сожалению. Соответственно, сейчас мы работаем над тем, чтобы поменять эту парадигму, чтобы ВВП Казахстана формировалось не за счет продажи сырья, а за счет производства, за счет создания добавочной стоимости здесь. У наших многих знатоков индустрии, политиков, мнение, что мы только должны заниматься либо сельским хозяйством, либо этно-туризмом, я не понимаю этого. Почему нет амбиций, чтобы повторить путь Южной Кореи? Почему нет амбиций повторить путь Сингапура? Астана Моторс стремительно становится международной компанией. В совете директоров есть несколько экспатов, кореец Мун и британец Кит Симмонс, проработавший в Тойота Моторс 25 лет, из них последние пять главой казахстанского представительства. Работая с этими ребятами дистанционно, в качестве дистрибьютора, я видел, что они очень этичные люди, очень прозрачные. Они делают то, что обещают сделать, и меня это привлекает. Для развивающихся рынков это, конечно, необычно. Я бы сказал, это уникально. Он нас немного структурировал, потому что мы принимали решения очень хаотично, спонтанно. Он нас все время призывает к митингам, к совещаниям. Мы перешли на английский язык ведение совещаний. Да, это как-то вам удалось. Вы сейчас увидите, вот вы сейчас увидите на нашем совещании. Хей, гудмонинг. Гудмонинг. Хай, ракун. Гудмонинг. Всем приветствую. Мы начинаем очередное собрание. Can we start our meeting? It's IC. Everybody on the line. First, we want to discuss about our new mission and values. It's very interesting. First one is the proposal that the patriotism is first place. Okay, why not? Давайте, patriotism на первое место поставим. Second position, which one? Brave. Brave. Brave, okay. I respect this. Trust, respect, innovation. Nice. Давайте на русском теперь. Вот здесь храбрость кого-то смущает. Может быть тогда смелость. по-моему, в контексте смелость. Но это слишком прилизанное. Наша компания не прилизанная же, правильно? Хочешь быть прилизанным? Приолинчик и сюда, да? Нет. Тогда патриотизм, храбрость, доверие, уважение и инновации. Да. Все, дан, да? Да. Недавно я много работал с Нурланом над миссией и ценностями компании. Думаю, это само по себе о многом говорит. Здесь есть дух инноваций. Мы говорим о первопроходцах. Компания первая привнесла, как они говорят, цивилизованный бизнес на авторынок Казахстана. Построила прозрачный бизнес западного типа. Сделала его чистым, открытым, уважительным к клиентам и персоналу. Все это – ценности компании и ценности людей, которые здесь работают. Это делает компанию интересным местом для работы. Ну, у нас уже 14 международных брендов. Мы постоянно общаемся со всем миром. И нам нужно их глазами научиться смотреть на многие вещи. Мы все время меняемся. Это 30 лет какой-то школы, обучения и изменений. Вот, ну, мне вот сейчас 57 лет, но я себя как студентом каждый день чувствую. А я тоже засорат. Сарат тоже, да. А, джерайт, ма. Ага. А, джерайт, ма. Это? Мама. А вы с ней часто созваниваетесь? Да, это каждый день. Это у нас. И так вот с детства, да? Если это, не позвонишь, а если два дня, это чуть-чуть сплаваться его можно. Всегда по желанию делаю. Лезу куда не надо иногда. Но не в документации. Я там не понимаю. Все сотрудники меня любят. Скажи «да». Да. Обожаю все сотрудники. Ну, вы душа. Да. Компания наша душа. Вот. Ни одно открытие не обходится без бытия мы до Ирбаевны. Бизнес в Казахстане принято начинать с родительского благословения. Я открывала. Астана, Моторс, любые его подразделения. Я открывала. Вместе со всеми ходила. Я дала бота. Ну, приветствовали, как это, открывание. Вот это вот я говорила слова. Меня все слушались. И он говорит, мамочка, как вот я вот так вот так вот сделал. Правильно, правильно. Вот это вот так, вот это так правильно. Правильно делаешь. Мама у нас в компании занимает особое место. Она открывает все праздники. И благодаря ей, я считаю, нас кто-то оберегает. И самое главное, мне научило быть не то что щедрым, быть нежадным. Она мне все время научила. Сколько ты дашь, сынок, сколько ты поможешь людям, тебе все это вернется. Вернется и умножится. Значительную часть прибыли Астана Моторс тратит на благотворительные проекты и развитие спорта. Смогул возглавляет Федерацию велоспорта и сам страстный велосипедист. Александр Винокуров победил в 2012 году на Олимпийских играх в Лондоне. Я помню, когда он выиграл эту Олимпиаду, я был в Монако в магазине Декаталон. Мне позвонили друзья. Они знали, что я его друг, спонсор команды. И здесь телевизор, французы. И мы все кричим прямо там перед этим телевизором, он побеждает. Это вот единственная наша золотая медаль в велоспорте Казахстана. И единственная во всей Азии. Во всей Азии. А вы к этому приложили руку? Я привожу, потому что я спонсор Астана Протим. Командой был много лет. Астана Мотос. Вот здесь сзади написано у этой команды. Вот здесь фотографии с двумя олимпийскими чемпионами. Александр Винокуров и Лин. Это желтая майка. Это победы нашего гонщика Винченца Нибболи на Тур-де-Франси в 2004 году. 8 лет назад. И это самый лучший момент в моей жизни. Потому что он выступал за казахстанскую команду. И мы едем по Елисейским полям. Я сижу в техничке. И я с нашим казахстанским флагом. И на Елисейских полях тысячи, десятки тысяч людей, я кричу, Казахстан. На деньги компании проводится реконструкция единственного в стране открытого велотрека, который долгое время стоял заброшенным. Я очень благодарен с Могулу, что он львиную долю своей прибыли от Астаны Моторс он отдает спортсменам. Вот сильная федерация – это сильные спортсмены с регионов. У нас в Казахстане 17 регионов. Практически в каждом есть отделение федерации велоспорта. И там тренируются дети. И он помогает им материально очень сильно. И он реконструирует сейчас этот велотрек за небюджетные деньги государственные. Это реально прибыль. Астаны Моторс, потому что я очень хорошо знакомый, дружу. Он, кстати, тоже велосипедист с директором Hyundai. Он говорит, Валихан, слушай, каждый сотрудник Hyundai Казахстан гордится велотреком. Он говорит, растите нам чемпионов, потому что, блин, мы вкалывали за него. В 2020 году в холдинге «Астана Групп» к двум прежним подразделениям «Астана Моторс» и «Мега» добавилась третья – mycar.kz. Идея нового направления пришла финансовому директору «Астана Моторс» Руслану Амарову. Мы сходили на презентацию одной компании, финтех-компании. Посмотрели, зарядились, вышли оттуда. И какое-то небольшое чувство, что мы что-то там не сделали. Мы же, как шеф наш говорит, мы короли оффлайна, мы короли розницы. Но сейчас идет такая эпоха, время, когда очень много мы все видим, слышим, когда все это диджитал, диджитал, IT. И где-то у нас в голове закралась эта идея, что нам тоже пора бы уже заняться какими-то там новыми проектами. То есть, ну, опять-таки, это все в рамках про автомобиль, да. Сели в кабинете, начали думать и решили, почему бы нам не сделать свой там классифайт. По-простому, это витрины, где выставляются объявления автомобилей. Мы начали рисовать все это, смотреть, обсуждать. И в итоге это все доросло до какой-то экосистемы. Оффлайновая часть новой компании – автоцентр для машин с пробегом. Оказалось, что делать цивилизованный бизнес можно не только с новыми автомобилями, но и с подержанными. Рынок подержанных машин составляет больше миллиона. И этот миллион, он где-то непонятно, где он находится. Были автобарахолки, и звук в руки, потом появились газеты «Колеса», потом «Каспий» сделал монетизацию этого рынка, давали кредит. Но люди все равно находили друг друга только по объявлениям в электронном виде, в газетном, неважно в каком, но это был не цивилизованный рынок. И вот этот опыт, что у нас есть в торговой центре, пригодился. В Астане мы открыли Хаб Майкар Киезет. Внутри находятся 400 машин. Мы же перфекционисты, и мы не можем нигде останавливаться. Мы его закатали, как торговый центр. Опять Чапман Тейлор, опять деревья, опять эскалаторы, опять рестораны, опять детские городки, опять ароматизаторы воздуха, освещение. Все прям должно выглядеть, как будто вы заходите в Lexus BMW. Честно говоря, я видел лица людей, которые первый раз приходят, они не верят, что здесь продают поддержанные машины. Думали, что там добавочная стоимость какая-то просто сумасшедшая. Когда вы зайдете, это будет мини-мега. Два эскалатора, большой атриум, высота потолков 15 метров, много воздуха, пространства, света, зенитные фонари. На двух этажах машины стоят. Машины, вы когда зайдете, автомобили не выглядят юзанами. Они как будто новые, то есть их доводят до очень хорошего состояния. Детская развлекательная зона, ресторан, намаз-хана, где можно помолиться, там те, кто намаз читает. То есть это все то, что было в мегах. Только мини-копия. Сейчас в Алма-Ате мы строим 30 тысяч квадратных метров. Если первый у нас будет 12, сейчас 30 тысяч, где будет одна тысяча автомобилей строить. И это будет хаб, у которого будет оборот 350 миллионов долларов в год и который создат тысячу рабочих мест. Онлайновая часть mycar.kz – это приложение, через которое можно не только выбирать машины, но и брать кредиты, оформлять документы и многое другое. Финансисту Амарову пришлось погрузиться в мир программирования. Для нас это вообще все новое. Какие-то там новые слова, которые первый раз там я проводил собеседование. Какие? Вот там их. Очень много таких слов. Это UX, UI, языки программирования, Go, Python. Там целый словарь, который вообще не знаком. Ну, то есть первое собеседование, помню, как проводил, я даже не понимал, что спрашивать у этих людей. Ну, потихоньку как-то влился в их коллектив, и мы стали со временем разговаривать на одном языке. Диас Дасмуханбетов был одним из первых разработчиков, нанятых Амаровым. За два года вырос до CEO MyCar Digital. Ребята у нас очень сильно и быстро растут, потому что мы как компания очень быстро растем. Два года назад MyCar вообще не существовало. И сейчас мы один из крупных бизнесов, у нас работает порядка тысячи людей. В прошлом году мы вот в мае запустили мобильное приложение. В сентябре мы уже попали в рейтинг 25 лучших мобильных приложений Казахстана по версии Forbes. То есть этот путь мы преодолели буквально за полгода. Мы заняли 12 место. В этом году планируем уже пробить топ-10. Шахбос Рахманов был рядовым менеджером по запасным частям в салоне Хионды в Ташкенте. Для конкурса «Инициатив», который «Астана Моторс» проводила среди своих сотрудников, Шахбос разработал проект внутренней социальной сети. Ну, идея возникла она где-то к лету. И где-то летом я начал писать эту программу. Я вставал в 5 утра, ехал на работу. Где-то в полшестого, максимум в 6 утра я уже был на работе. И до 9 часов я сидел и занимался этим делом. Где-то к концу года я его закончил, протестировал, посмотрел, все работает, все хорошо. Можно было как с мобильного устройства заходить, так и с веб-устройств. Я сначала поднялся к директору, на тот момент был Айдын Каимов, спросил у него, получил, так сказать, благословение, одобрение его, можно ли отправить, будет ли это интересно. Он меня поддержал, сказал, да, конечно, давай отправляй. Я говорю, классно, я посмотрел, там реально классно, она наподобина Инстаграма, что-то, ну это такая внутренняя какая-то сеть. Я говорю, круто, я говорю, ты же вообще работаешь менеджером по запасным частям? Он говорит, да, говорит, но мне другого не предложили, говорит, я как бы вот горю и болею, говорит, вот я разработкой. Я говорю, классно, супер. Я говорю, у нас в Казахстане есть проект, MyKarK.EZ. Я говорю, давай ты себе там попробуешь. Я связался с нашим руководством в Казахстане, сделал ему интервью, и буквально там через месяц, наверное, ему перевели в Казахстан. То есть вот парень, который работал менеджером по запасным частям, сейчас он возглавляет венчурный фонд MyKarVenture. Идея создать венчурный фонд внутри компании пришла Шахбозу уже после того, как он устроился разработчиком в MyKar.EZ. Возникла идея инвестировать в IT-стартапы Казахстана, чтобы вырастить своего первого единорога. В Казахстане пока, к сожалению, или даже, может, к нашему счастью, нет этого единорога. И наша цель быть первыми, кто проинвестирует и поможет какому-нибудь стартапу местному казахстанскому стать единорогом. Единорог – это стартап с оценкой в один миллиард долларов. Оценка самой MyKar.EZ уже превышает полмиллиарда долларов и постоянно растет. Компания предлагает уникальный продукт не только для Казахстана, но и для всего мира. Это цифровой IT-бизнес. У нас своих 120 разработчиков. Мы все время упрощаем систему. Любой может сегодня на App Store инсталлировать наше приложение MyKar.EZ и посмотреть в онлайне все машины, использовать наши кредитные линии, рассчитать кредитную нагрузку. Там очень хорошие поисковики, которые похожие цены идут. Это все работает, потому что мы видим по оборотам, по нашим. MyKar уже вышел на оборот 400 миллионов долларов в год. На самом деле, это уникальный проект. Вообще, даже если брать на глобальном уровне. Все думали, что мы новые колеса создаем, или убийца колеса. Ну, такой классифайт просто. Да, просто классифайт. На самом деле, идея была гораздо масштабнее. Здесь была идея именно создать экосистему для автомобилистов, чтобы люди могли в одном приложении, на одном сайте просто сделать все, что касается автомобилю. Эта бизнес-модель, она уникальна не только для Казахстана, но и для всего мира. Мы смотрим рынки, куда лучше выйти. Сейчас, сами понимаете, непростая ситуация в целом в мире. Смотрим, изучаем, и когда мы будем готовы, я уверен, что мы развернемся очень быстро. Мы как монголы. Быстро завоюйте полу мира. Да, все верно. И океан нас не остановит. Вот сейчас мне особенно интересно наблюдать за Нурланом. Он же у меня всегда был как ролевая модель. Я вижу, что сейчас действует принцип «диджитализируйся или умри». Ну, то есть, если тебя нет в цифре, то тебя вообще не существует, да? А Нурлан, когда мы с ним работали, он был супер недиджитальный чувак. И вот он приводит молодую команду, которая ему это делает. И он заходит в «диджитал» очень уверенно. За ним надо наблюдать 2-3-4 года, и он просто будет «Shine Bright». Потому что то, как он сделал «My Car», то, как он создает фонд «My Ventures», и в какие стартапы они инвестируют, это тоже вот про эту историю. Пойти в что-то новое через правильные ходы. Не выглядит смешно. Ты же можешь выглядеть смешно, да? Вот я, например, иногда сижу на своих совещаниях, мне 45, а у меня работают 20-летние девочки. И когда я им говорю, «А давайте клиентам смс-рассылку!» И они такие на меня смотрят, говорят, «Господи, какая вы старочастотная!» Старочастотная, понимаете? И ты выглядишь глупо. А вот не выглядеть глупо, а еще и взять лидерство на рынке, на котором ты вообще ничего не петришь, это круто. И Нурлана это сделает, вот увидите. Астана Моторс – прекрасная бизнес-школа для тех, кто решил открыть собственное дело. Ассель Машанова и Зарина Самигулина после ухода из компании стали успешными предпринимательницами. Номер 37 в списке «Форбс» Канат Кабаев еще студентом устроился на работу в компанию и считает ее своей истинной альмаматор. Нас по рукам никогда не били. Мне кажется, было очень большое доверие и большое делегирование полномочий. То есть люди были достаточно свободны в своем развитии. Мы могли просто прямо прийти круглосу компании и сказать, высказать свое мнение. После старой тоталитарной системы нашей советской, чтобы тебя где-то послушали, это было очень круто. И на сегодняшний момент, я считаю, то же самое. В развитии любой компании это быстрая горизонтальная связь, чтобы снизу до верха информация находила моментально, потому что не было бюрократии. Все это мы, конечно, научились, проходя школу «Астана Групп», «Астана Моторс». Для многих сотрудников «Астана Групп» – единственное место работы. Пришли в компанию сразу по окончанию учебы и сделали тут головокружительные карьеры. Бекнур Несибаев 15 лет назад начинал как рядовой инженер по гарантии. Спустя 10 лет Смогулов предложил ему занять должность CEO «Астана Моторс». Я задумывался уходить до этого назначения. Не ушел я просто потому, что я понял одну простую вещь, что да, я могу стать, наверное, успешным бизнесменом, но при этом я был бы маленьким. Я бы не делал те вещи, которые я делаю сейчас. То есть я бы не менял жизнь казахстанцев к лучшему. Я бы не смог это физически достигнуть, потому что за мной не было бы компании «Астана Моторс», компании «Астана Групп», которая позволяет это делать. И, соответственно, я тогда понял, что я не хочу быть богатым бизнесменом. Я хочу быть успешным топ-менеджером. Бекнур Несибаев, Анар Макашева и Руслан Амаров – молодые специалисты, выросшие сначала до топ-менеджеров, а потом и до совладельцев компании. Я сделал часть людей, которые со мной работают в последние годы и которые вот за последние пять лет мы утроились по размерам. В Астана Моторс, например, я их сделал акционерами, пусть миноритарными, но они акционерами. Я их сделал, и это сознательно для того, чтобы делегировать и полномочия, и ответственность, и самое главное – солидарность за этот бизнес. Я пришел к такому периоду времени, когда я готов делиться и властью, и амбициями, и полномочиями. Мне эта модель нравится. Я хочу разгрузить свою жизнь для того, чтобы создать что-то более еще интересное, ну, более духовное, наверное. В Астана Групп всегда стремились сделать бизнес не только цивилизованным, но и красивым. Торговые центры украшают произведения искусства мирового уровня из коллекции Нурлана Смогулова. Например, керамическое панно Фернана Леже, висящее в одном из ресторанов Меги. Скульптор Эдуард Казарян – один из тех, кто наблюдал эволюцию Смогулова коллекционера. Он как бы на глазах рос. Сначала ему было важно казахстанское, ну, как казах, как патриот, ему важно было. Тем более Казахстан – это все равно достаточно интернациональное искусство. Тут разные авторы представлены, разные течения. А сейчас он не просто перерос, он уже семимильными шагами обгоняет все самые смелые идеи. У него именно своя линия, свое чутье. И чем дальше, тем оно мощнее. То есть я бы вот сравнил, наверное, с российскими великими коллекционерами. Буквально вчера мне прислали фильм, который снимает Леонид Парфенов, называется «Глаз Божий». Ну, я так, думаю, посмотрю минут пять перед сном. И не мог оторваться. Он такой полудокументальный, полухудожественный. О собирателях искусства, как Морозов, Щукин, Третьяков. А буквально вот где-то полгода назад я был в Париже, Луи-Вуэйтоне, и была выставка Морозова. Я стоял в очереди с французами, километровая очередь, шел сильный дождь. И французы шли в этот музей, чтобы посмотреть импрессионистов французских. Я стоял в этой очереди, думал, это же интересно, да? Вот Россия, да, дореволюционная. Это они покупали где-то в начале 20 века, и это стало мировым достоянием. Я не Щукин, не Морозов, но я тоже пытаюсь что-то сделать. Я приезжаю в Париж, я захожу в галерею Ларри Гагасяна на Вендомской площади, я покупаю Александра Калдера, или в аэропорту Деголе, в специальном ангаре, стояла работа Ричарда Сера. И я взволнованно, обижав ее, в течение получаса принял решение ее купить для нашего Алматинского музея. И где-то их страсть перекликается с моей страстью. В этом году в Алматы началось строительство Музея современного искусства, самого важного некоммерческого проекта Смогулова и Астаны Групп. Авторы проекта уже знакомые нам британское архитектурное бюро Чапман-Тейлор. Искусствовед Мируэрт Калиева разрабатывал вместе со Смогуловым концепцию нового музея. Наиболее, наверное, впечатляющим визитом было посещение музея Гугенхайм в Глебау. Тогда он увидел, как может работать Музей современного искусства и какие эмоции может создавать современное искусство. Несмотря на то, что у него прекрасная коллекция, он понял, что он делает музей как бы не для себя и своих современников, он делает музей для будущего. Искусствует Мируэрт Киффер. Музей. 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 Музей, милый групп. Музей. Музей. Сейчас мы установим на улицу нового музея. Это очень, очень хорошо и красиво. Я очень счастлива с этим, потому что, посмотрите, с мунтажей на заднем, я думаю, это красивая позиция, на заднем месте. Да, это почти 5-5 метров. Да. Россия Федерация не имеет. Да, да, да. Ну, мне кажется, здорово, что он для Алматы сделал девушку, которая такой, евразийской внешности, с косичками, потому что он уже сделал свое исследование, как выглядят люди в Казахстане, в Центральной Азии. И понял, что косички – это очень важный элемент. Сейчас первый раз увидел людей из Казахстана и убедился. Да. Вам преобразовало с одной косой. То есть случайно, не специально. Основная характеристика музея – это будет вот этот зал на тысячу квадратных метров с потолками высотой 12 метров, куда мы можем привозить любые роды выставки. То есть мы можем туда привезти, скажем, иконы XVI века, мы можем привезти какую-нибудь, я не знаю, монументальную инсталляцию Аниша Капура, или мы можем привезти туда какие-то цифровые иммерсивные выставки. Это даст возможность Алмате принимать все, что угодно. Это две легенды поп-арта – Эдди Ворхол и Микки Джаггер. Работа 1975 года. Вообще в этом кабинете у меня много предметов искусства, которые все перейдут. Ну, наверное, не все парочку я оставлю у себя тоже в кабинете, но в целом я прям заготавливаю и заготавливаю все для будущего своего музея, в который будет приходить много людей, все это будет доступно. Ну, эти работы точно музейные. Это, я считаю, крохоборство только в своем кабинете хранить – это неправильно. Картин должны жить для огромного количества людей. Он сейчас строит музей за свои деньги, который стоит на самом деле сотни миллионов долларов. Понимаете? То есть он не яхты и виллы покупает. Он строит музей, который считает, украсит его город, да, позволит поднять общекультурный уровень населения, привлечет туристов там и так далее, понимаете? Ну, вам, наверное, как финансисту тяжело как бы смириться с этой идеей. Первая моя реакция была на музей, конечно, неоднозначная. Да, я был против. Ну, что скрывать, да. Я был действительно против, потому что я не понимал, зачем это. Как бы это не бизнес, да, это вообще никакого отношения. Это не добавляет там добавочной стоимости компаний. Это не добавит ни беды, ни прибыли, да, ни финансовых потоков. Но к этому надо подходить не как к бизнесу, да. К этому надо подходить как к действительно там чему-то более ценному, да. Этот музей строится там не на год-два, да. То есть он строится там на десятилетия, может быть, на века. Насколько я потом изучил историю, посмотрел, как в других странах музеи, сколько лет они существуют, какую нагрузку социальную несут, да. Ну, это тоже важно, да. И после этого я вот… Скрепя сердце? Нет, 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 нет. Я, наверное, все-таки на сторону музея и помогаю максимально все, что можем. Мы тут весь город ждем. Ну, это, наверное, и вся страна будет ждать идея музея. И там очень большие деньги, очень большие средства, которые предполагается выделить. Но я говорю, самое главное, что человек вкладывает в страну, в людей. Это же развитие нашего народа, населения вкладывает, вот занимается этим. Очень такой passionate, да, то есть он… Страстный. Страстный, да. Вот он со страстью относится к своим проектам, к своему бизнесу, вот к своей благотворительности. Миссия была всегда у Астаны Моторс, потом у Меги создать цивилизованные условия для наших людей. Для нас очень важно было интегрировать Казахстан как можно быстрее в международные ценности потребления, образа жизни, культуры проведения досуга. И у меня все время комплекс был, почему там лучше, у нас хуже. И мы эту задачу поставили, поэтому все наши автоцентры, торговые центры, мы старались выстроить по самому крутому бенчмарку то, что мы видели. Ну вот это и было самой большой мотивацией для меня. Но вот сделать так, чтобы не стыдно было, чтобы вот как за границей. А сейчас мы считаем, что многие моменты мы даже опережаем. Постоянный кайдзен. Мы постоянно что-то изменяем, мы какие-то процессы разбираем, вытягиваем, меняемся. Постоянное изменение. Нельзя стоять на месте. Даже если твой бизнес не растет физически, в имеющемся бизнесе нужно постоянно меняться. Иначе бизнес умрет. У нас был визит японских коллег, и они сказали интересную фразу. Вы говорите, интересный. По-моему, видно, что вас не заставляют. У вас глаза горят, и вы хотите. Ну то есть суббота, воскресенье, любое время суток. Мы хотим. Почему мы обращаем внимание на благотворительность, на какие-то шаги, на публичность людей? Коррупционерный бизнесмен, он никогда не стремится к публичности. Их сразу, они там больше в тени находятся, они не яркие, они не занимаются развитием своего личностного бренда. И это неправильно. Так не должно быть организовано. В этом плане, я думаю, что роль Нурлана тоже очень важна. То, что он не боится лично презентовать свои проекты. То, что он ходит даже в бабочки, то, что дает интервью, рассказывает прозрачно о своем бизнесе. Он, по большому счету, задает вот эту поведенческую модель. То, каким должен быть правильный предприниматель в Казахстане. Мы стоим в самом центре Алматы. Прекрасное место у живописного Зайлийского латау. Я очень счастлив, что мы начали строить наш музей. И буквально через 18 месяцев мы откроем Алматы Art Museum. Буквально здесь мы установим скульптуру Жейма Плен за 12 метров. Я думаю, это будет очаровательная скульптура, которая создаст лицо нашему музею. Вообще, по нашей задумке, это будет новое культурное пространство. Не только на карте Алматы или Казахстана. Но есть такая дерзкая мысль, что это будет мировое место. Зачем вам это все вообще? Я хотел бы, чтобы Казахстан и Алма-Ата были на этих картах. Мы были узнаваемы, чтобы Казахстан был известен не только нефтью, коррупцией или еще какими-то вещами, что у нас большая территория. Но и то, что у нас хорошие традиции, что у нас есть культурная атмосфера, что есть люди, которые хотят продвигать мир, думают о вечно. Вот это мне очень важно. Мы построили много автоцентров, много торговых центров. Мы построили заводы. И вот эволюционно мы дошли до строительства музея. Музей – это очень большое начало. Это начало большого пути. Музей – это очень большое количество мероприятий. У нас есть хорошо. И вот у нас будет много известного современного года. Акции – это очень большое количество мероприятий.